Буквально пару дней назад глава региона Роман Старовойт уже инспектировал Курские улицы. Тогда остался недоволен качеством уборки. Сугробы осложняют жизни пешеходам и водителям. В канун Рождества снова решил проверить экспресс-визит на платную парковку УЖД вокзала. Стоянка не расчищена, вызов оператора не дал результата. Да и справочные телефоны не отвечают. Зато другой абонент в зоне доступа. Состоялась беседа с мэром. А вы бы сюда приехали, Николай Мавчарович, потому что тут снега по колено, мусор, бутылки. У нас с вами есть инструмент как-то на них воздействовать, штраф выписывать? Ну так вы знаете, что не заехать даже сюда? Тут колея. Нехорошо, вот, Николай Мавчарович. Давайте, надо к вечеру, чтобы все вычислить. Роман Старовойт назвал хамством брать 30 рублей в час за такую парковку. Дальше уже личное общение с Николаем Овчаровым. Место встречи – район КЗТЗ. И здесь, увы, тоже не радужно. Далее мы поехали в Запольное, студенческое, на Запольное, поликлиника детская номер 5. Мы говорили про автобусные остановки. На эту автобусную остановку не зайти. Вся Запольное не убрана. На Студенческой улице стоят фуры. Они, видимо, с осени стоят, занесенные все снегом. Ни пешеходные переходы, ни автобусные остановки, ничего не убрано. Здесь проезжали по Клыково то же самое. На Запольное храм Вознесения, вы говорите, убраны. Не подойти к нему. Но мы взяли на себя такое обязательство, что все подъезды к храму будут... Когда? У нас сейчас, вот, Рождество, через несколько часов. Ночью и сегодня, и сейчас работают. Николай Иванович, я констатирую, что мы с вами не справились. Вы, как управляющий городом, не справляетесь. Или мне надо вводить чрезвычайное тогда положение. Разберем, все сделаем. Когда? Почему я вынужден в выходной день, вместо того, чтобы детьми заниматься, я езжу по городу, выполняю вашу работу. По итогам поездки Роман Старовойт дал поручение своему заместителю Алексею Смирнову организовать штаб. В него должен войти и глава Курска Николай Овчаров. Включайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Юлия Комкина, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ.